Всем привет, с вами Жулик. Давно мы с вами не виделись, но сегодня мы это исправим. Сегодня на повестке дня разбор еще одной монеты на Gate.io, а именно Тон Коэн. А перед просмотром хотелось бы вас поблагодарить, что остаетесь с нами. Поддержите нас лайком и подпиской на канал Ростиксов, ведь так видео посмотрит больше людей. Кстати, также вы можете подписаться на одноименный телеграм-канал, а полное название телеграма вы можете увидеть на ваших экранах. Итак, если вы все это сделали, тогда можно поговорить о теме видео. Тон Коэн – это блокчейн-экосистемы следующего поколения, призванная объединить все цепочки криптовалют и действующую всемирную паутину в новую глобальную сеть. По их словам, проект Тон Коэн запустили основатели телеграма Николай Дуров и Павел Дуров. Да, это тот самый, кто создал телеграм, на который я вам настоятельно рекомендую подписаться. Давайте погрузимся с вами немного в историю, откуда появился Тон и что из себя представляет данная криптовалюта. В 2017 году было объявлено о запуске блокчейн-проекта, основателем которого были Павел и Николай Дуровы со своей командой. Это привлекло огромное количество инвесторов. Было проведено три раунда с привлечением частных инвестиций и удалось собрать более 1,7 млрд долларов. Ажиотаж на предстоящее событие был настолько сильным, что пришлось отклонять многие заявки по привлечению средств, так как план был перевыполнен. Тон – это изначально проект Telegram Open Network. Идея братьев Дуровых по созданию проекта Тон и внедрению внутренней валюты Gram или GRM в мессенджер Telegram не успела реализоваться, так как ими заинтересовалась комиссия по ценным бумагам и биржам США. После судебных разбирательств братья Дуровы отказались от продолжения работы над проектом и вернули деньги своим инвесторам. Монета Тонкоин стартовала по цене в районе 0,5 долларов и очень долгое время держалась в районе 0,7-0,9 долларов. Но буквально совсем недавно ее стоимость дошла выше 3 долларов. И есть перспектива для роста. Если будет внедряться та технология, над которой работают разработчики, то есть шанс получить хорошие иски. Тон должен был превратиться в платформу для децентрализованных приложений по аналогии Google Play и App Store. Главной внутри сетевой криптовалюты должна была стать Gram. Ее можно было бы использовать для оплаты контента и подписок на сервисы, поддержки авторов каналов Telegram и для покупок реальных товаров и услуг через боты. Но впоследствии комиссия по ценным бумагам США признала токены Gram ценными бумагами и американский суд в итоге запретил выпуск криптовалюты. В мае 2020 года Павел Дуров вышел из неудавшегося проекта и Telegram не получил собственную блокчейн-платформу, которая могла решить проблему монетизации мессенджером. Сегодня Тон – это децентрализованное сообщество разработчиков, дизайнеров, маркетологов и бизнес-девелоперов. Активные члены сообщества Тон, исходя из собственных возможностей и ресурсов, трудятся над проектом по своему усмотрению, развивая технологическую составляющую и продвигая блокчейн. При этом официального лица, который бы назвал проект своим, нет, только ключевые разработчики. Текущая стоимость Тонкоина около 285 рублей, и на текущий момент Тонкоин занимает 203 место в рейтинге криптовалюты. Стоит ли покупать Тонкоин? Вопрос, который задаст себе большинство людей, столкнувшиеся с этой темой. Решать вам. И давайте сделаем так. Я сейчас выписываю свои плюсы и минусы, а вы свои добавляете в комментарии. Поехали! Плюсы в стороны покупки Тонкоина. Первое. Известность монеты. Создание приложил руку Дуров. Он же впервые открыт ее пропиарил перед Новым годом. Огромная рекламная кампания, медийка на высоте. Второе. Количество пользователей, которое постоянно растет. Третье. Листнинг на бирже. Следующее. Популяризация майнинга. И еще один плюс. Это то, что есть глобальная идея. И это не мем монета, что радует. Есть свой подход к пользователю. Ну, а минус только один. Сейчас монета приобретает все больше популярность. Но что будет в будущем, неизвестно. Что ж, у вас наверняка появился вопрос, как найти на сайте Gate.io ту самую монету Тонкоин. Для этого переходите на сайт по ссылке в описании, так как с помощью нее вы получите 20% скидку. Далее мы рассмотрим, как найти монету в роли гостя на ПК. Но зарегистрировавшись, схема будет в принципе такая же. Поэтому поехали. Итак, вы перешли по этой ссылке. Перед вами открылась главная страница Gate.io. Теперь вам необходимо найти значок лупы. Он расположен в правом верхнем углу, нажав на который, откроется поисковая строка. Вводим в ней Тонкоин USDT. Все. Перед вами открылась страница с графиками роста монеты или со списками по времени изменения цены. Ну, а для того, чтобы приобрести Тонкоин, вам нужно будет зарегистрироваться на сайте Gate.io. А как это сделать, можете посмотреть в наших прошлых роликах. А на этом на сегодня все. Ставьте лайки и пишите комментарии. Пока-пока.